Привет, друзья! Приветствую вас на канале Классная Рыбалка с Алексом. И сегодня у нас на канале будет обзор промоины в Молочный Лиман. То есть, та промоина, которая ведет с Азовского моря в Молочный Лиман. Смотрите, кстати, видос до конца. В самом конце видео будет достаточно интересный бонус. Рекомендую досмотреть. Друзья, данная промоина находится между Степановкой I и Кирилловкой, поселками курортного типа. Суть вопроса следующая. Через данную промоину вода с Азовского моря заходит в Молочный Лиман. И, собственно говоря, эта промоина как бы разделяет Степановскую косу и косу Пересыпь. Сама по себе является очень интересным местом, в первую очередь для нас рыбаков. Также, соответственно, представляет достаточный интерес для туристов и отдыхающих. Так как на Степановке I, точнее на Степановской косе и косе Пересыпь или Пересыпь имеются весьма пологие пляжи. Достаточно небольшая глубина. И, собственно говоря, здесь море достаточно быстро и классно прогревается. И для отдыхающих представляет определенный интерес. Несмотря на то, что в последние годы, конечно же, большое количество медуз в Азовском море. Но это такое, приходящее. Теперь то, что касается непосредственно состояния данной промоины. Значит, смотрите, друзья. Всех интересует вопрос. Не засыпала ее там песком и так далее. Не обмелела ли данная промоина. Как там идет ход рыбы и все прочее. То, что касается, в первую очередь, глубины и рыбалки. Значит, по состоянию на конец сентября 2020 года я могу смело утверждать, что, несмотря на достаточно пессимистические прогнозы многих блогеров, рыбаков и вообще, скажем так, людей, которые имеют определенный интерес к проблеме прохождения воды в молочный лиман, Несмотря на весь их пессимизм, у большинства, во всяком случае, могу смело сказать, что здесь, друзья, все абсолютно в порядке. И несмотря на то, что летом я лично смотрел много видео, да, когда блогеры переходили там данную промоину пешком чуть ли не по колено глубина. При этом была, и вот все рассказывали о том, как все это занесет песком. Значит, смотрите, друзья, могу сказать следующее. Наблюдал лично. Вот в данном месте, где сейчас пролетает дрон, два человека, два велосипедиста, при мне парень и девушка, искали вот конкретно сейчас здесь, в этом месте, брод в течение двух часов. Я сначала, честно говоря, подумал, что парень, который пытался переправиться со Степановки 1 в Кирилловку, да, занимается каким-то секретным таинством, вроде как ловлей там бычка, там, знаете, и прочего там под камнями, так как, ну, сами видите, там насыпь камней достаточно большая. Так вот, на самом деле это оказалось не так. Люди около двух часов искали переход, и они перешли, конечно же, спустя два часа, но предварительно, насмотревшись блогеров и увидев рассказы и услышав рассказы о том, что там по колено и вообще глубина небольшая, и вообще там течения нет никакого, столкнулись с достаточно неприятной ситуацией. Для них, во всяком случае, для нас-то это наоборот хорошо. Это, первое, друзья, сильное течение, и второе, большая глубина. То есть ту глубину, которую нашел в результате парень и перенес, собственно говоря, вещи, и потом перешел с девушкой, она составляла где-то метр семьдесят. Это то, что я видел. То есть реально было чуть ли не по шее, и он переносил велосипеды. До этого этот брод чудный он искал на протяжении двух часов. Поэтому я смело заявляю, что на конец сентября месяца ничего, 2020 года ничего не обмелело, глубина была прекрасная. То есть с рыбой все в порядке. И, кстати, мелочь пенлингаса в этом году, в 2020 году шла просто нереальным косяком. Даже, я бы сказал, косяками, но это неправильно. Она шла непрерывно, друзья. Непрерывно на протяжении шести дней, пока я там занимался рыбалкой в данном районе, постоянно шла мелочь. То есть мелочь пенлингаса выходила с молочного лимана. Я предполагаю, что через 2-3 года пенлингаса в Азовском море будет просто валом. Потому что, если хотя бы одна десятая часть этой рыбы доживет до своего там половозрелого возраста, доживет до веса там в полтора-два килограмма, это будет что-то. Рыбы реально в 2020 году отнерестилось много, икры проклюнулось много, вышло много. Кстати, в данный момент на горизонте видно Кирилловку. И вот чуть дальше влево поворачивается сейчас дрон. Мы видим Степановскую косу, и в конце Степановской косы, естественно, находится Степановка 1. Так или иначе, что в первую очередь территория со стороны Степановки 1, Степановской косы, это заказник. Имейте в виду. Относится к национальному природному парку. И в принципе, сама промоина также относится к национальному природному парку Украины. Поэтому имейте этот нюанс в виду. Любая хозяйственная деятельность здесь запрещена. То, что я дальше скажу, вы производите там, тщательно взвешивая все аспекты и все нюансы, и уже сами принимаете решение, нужно вам там рыбачить или нет. Но это территория национального природного парка. Значит, посмотрите, друзья, сейчас с левой стороны от протоки вы видите ряд небольших таких озерец, что ли, да. Это мелкие лиманы, мелкие заливы. В них прекрасно можно накопать червя нереиса. Имейте в виду, что количество червя нереиса весьма-весьма ограничено для рыбалки. Ознакомьтесь с правилами, с порядком. И насколько мне известно, что в принципе на территории национального природного парка добыча червя нереиса может быть запрещена. С левой стороны, прошу прощения, с правой стороны вы видите достаточно большое крупное озеро. Оно тоже соленое. Это также лиман. И там, кстати, те, кто рыбаки отдыхают в Кириллоке, могут спокойно также наловить, накопать червя нереиса. Но уточните по поводу, возможно ли это согласно разрешениям. Есть ли разрешение на выкапывание там червя даже для рыбалки. То есть я в этом не уверен. Но я себе копал, скажу, как есть. То есть немножко накопал, но как бы не уверен, насколько это законно. Вот. Прямо в кадре сейчас на горизонте вы видите Кирилловку. А вот внизу в данный момент то озеро, соленое озеро, о котором я говорил. Здесь червь нереис присутствует. Ну и касательно рыбалки. Где и что можно наловить непосредственно в Молочном лимане, в Азовском море в данной промойне. Но в первую очередь, что здесь ловят, друзья, это ловят, конечно же, пеленгасы. Но не пеленгасом едины, так сказать, да. Если немножко перефлорозировать. На входе в Молочный лиман, в промойну, со стороны Азовского моря, прекрасно ловится камбала-калкан. Особенно она хорошо ловится осенью. Вот, друзья. Но это, конечно же, отдельная история. И вы ее можете увидеть у меня на канале Классная рыбалка с Алексом. Ну а сейчас, друзья, маленький такой бонус. Во время съемки данного ролика, на самом деле он снимался в течение, на протяжении двух дней, мне удалось заснять удивительные и интересные кадры. Это охота азовских дельфинов, черноморско-азовских дельфинов на рыбу. То есть, скорее всего, в данный момент несколько особей, там порядка где-то 7-8 штук, охотились на пеленгаса, как я могу предположить. И эту охоту мне удалось заснять дроном буквально с расстояния, на самом деле, там 10-15 метров. Кадры были. И в данный момент вы это можете все увидеть. При этом рыбаки на протяжении последних трех недель ни одного пеленгаса в данной акватории не поймали. Ну вот, дельфины не знали, что пеленгас не клюет и, соответственно, совершенно спокойно на него охотились. Хотя я при ловле калкана в течение двух или трех часов наблюдал достаточно крупные стаи, отличный пеленгас. Вот сейчас в кадре была пара дельфинов. Дрон пролетел вообще близко. Самой промоины, конечно, ловить очень интересно и увлекательно. То есть, в осеннее время, начиная с конца августа, сентябрь, октябрь и до ноября включительно, можно совершенно спокойно, без проблем, с промоины, с данных камней ловить калкана, ловить пеленгаса. Но будьте очень аккуратны. То есть, во время сильного ветра, большой волны, камни намокают, становятся скользкими. Имейте этот момент в виду. То есть, ведите себя достаточно осторожно на данных камнях, в данной промоине. И будете всегда, конечно же, с рыбой. Ну, вам, друзья, всем спасибо за просмотр. Хорошего всем настроения. Классных, удачных рыбалок. Кому понравился данный видос, ставьте класс. Подписывайтесь на канал. Оставляйте свои комментарии, где вы и что вы ловили. Возможно, помимо калкана и пеленгаса, вам попадались другие виды рыб. То, что лично я видел и ловил, это попадалась селедка, попадался бычок. И меня интересует, ловили ли вы с этих камней сарганы. А может быть, какую-то еще рыбу. Всем, друзья, спасибо за просмотр. До новых встреч на канале. Субтитры сделал DimaTorzok